Греция Патнос Это программа «Мировое влияние». Мы находимся на острове Патнос, это прекраснейший остров на территории Греции. Мы будем говорить об откровении, которое было дано апостолу Иоанну более 19 веков тому назад. В этой программе мы поговорим о том поклонении, которое Иоанн увидел в небесах, то, что ни один человек раньше не видывал. Он увидел, как старцы из разных поколений, начиная от колен Израиля и до апостолов, поклоняются Агнцу Божьему, Льву и Удину. А также он увидел, как более миллиона ангелов склоняются перед Агнцем. Вы получите огромное благословение от этой программы. Мы поразмышляем о том, что означает поклонение Иисусу Христу, как Льву и Агнцу. Увидеть остров Патнос, само по себе благословение, во времена Иоанна это был пустынный остров, вдали от всех, и он, скорее всего, был сослан сюда, то ли как заключенный, то ли был вынужден прибыть сюда из-за гонений в Малой Азии. Находясь здесь, он, разумеется, видел всю эту красоту, но все же он находился вдали от близких ему людей. В этой изоляции наступает момент, когда он видит видение, откровение Иисуса Христа. Иисус открылся ему как Лев и как Агнец. Поэтому я прошу вас оставаться сейчас с нами. Мы вернемся через пару мгновений. Я буду проповедовать сегодня об Иисусе Христе, открывшим Себя как Лев и как Агнец одновременно. Агнец — это наиболее частое упоминание имени Бога в Откровении. Эмпаур 21 — это всемирная сеть движения Духа по всему миру. Это движение насчитывает сейчас 650 миллионов людей. Эмпаур 21 собирает вместе лидеров, представителей следующего поколения и теологов, чтобы вместе отпраздновать силу Святого Духа и его работу в нашем поколении. Патмос — маленький остров, который римляне использовали в качестве тюрьмы. Многие века этот удаленный остров использовали для ссылки нарушителей спокойствия. Иоанн также был сослан на остров Патмос. Франция сослала Наполеона Бонапарта на Эльбу. Роби Эйланд в Южной Африке использовали для политзаключенных, таких как Нелисон Мандела. В Соединенных Штатах для этого есть остров Алькатрас. Сегодня остров Патмос — это не пустынный остров для изгнанников. Это прекрасное место для рыбалки и для того, чтобы поплавать под парусами. Прекрасная греческая еда и простой образ жизни. Также этот остров — популярное место для христианских паломников. В 1999 году ЮНЕСКО присвоило монастырю Святого Иоанна Богослова, пещеру Апокалипсиса и находящемуся здесь историческому центру Кора статус памятников мирового наследия. ЮНЕСКО утверждает, что в мире есть лишь несколько мест, где религиозные церемонии времен первых христиан сохранились в таком же первозданном виде. Как прекрасно сегодня находиться на острове Патмос. Я нахожусь на берегу моря, и за моей спиной открывается прекрасный умиротворяющий вид. Этот остров прекрасен, хотя во времена Иоанна он был достаточно изолирован. На этом острове Иоанн видит видение, в котором ему открывается то, о чем мы можем прочесть в книге Откровения. Книга начинается с того, что Иоанн видит прославленного Иисуса. И затем Иоанн передает послание семи церквям в Асии. Затем мы переходим к пятой главе Откровения, которая, пожалуй, является наивысшей главой во всей Библии. Образы поклонения, используемые там, напоминают нам образы, представленные в книгах Исаии и Иези Киеве. Эти образы поклонения — тайны престола Божьего. После сего я взглянул, и вот дверь отверстта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Иоанн был перенесен в духе к Божьему престолу. Он видит Бога во всей его славе. Он видит величие и царственность Бога, покрытый радугой и окруженный теми, кто представлял работу Бога в веках, и ангелами вокруг престола Божия. И затем в пятой главе происходит еще кое-что. Иоанн пишет, что он увидел свиток в руке сидящего на престоле. Свиток был исписан с обеих сторон и запечатан семью печатями. Этот свиток, очевидно, содержал судьбу человечества, то, чему надлежит произойти на планете Земля. Но Иоанн говорит, что никто не мог открыть этот свиток. Давайте прочитаем Откровение 5 главу с 1 по 5 стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». Иоанн сказал, никто не мог открыть этот свиток, но старец сказал, что есть тот, кто может открыть судьбу человечества. Он лев из колена Иудина. Этот образ, конечно, исходит от названия одного из колен Израиля. Иаков говорил своему сыну Иуде, что он молодой лев. С тех пор лев стал эмблемой этого колена. Он был на их знаменах, стал их символом. Колено Иуды было воинствующим. Они первые шли в бой, они были поклонниками, и также они были царственным коленом. Иаков говорил, «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчересал его, доколе не придет примиритель». Итак, Иоанн говорит, что лев из колена Иудина не просто похожий на льва, но лев из колена Иудина победил, и он откроет эту книгу или свиток. Иоанн ожидает увидеть льва у престола Божьего, который возьмет эту книгу и снимет с нее печати. Но он видит Агнца. Откровение, 5 глава, 6 стих, гласит, «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев, книга Откровения открывает нам Иисуса, как льва и Агнца. Он страдающий, спаситель и грядущий царь. Он сын человеческий и сын Божий одновременно. Он 100% человек и 100% Бог. Он унижен и превознесен. Он был гоним, его побивали и плевали в него. На него надели терновый венец ранее в его служении, во время его земного пребывания и его страдания. Но в Откровении мы видим его с золотым венцом, точнее, с многими венцами. Он в триумфе на белом коне. Он агнец и лев, или лев и агнец. Этот образ для иудеев был крайне важным. Они понимали, что Иисус представлял собой пасхального ягненка, что Он был жертвой искупления за наш грех. И также я понял, что Иисус был жертвой за грех во все века, и Он был тем, о ком Иоанн Креститель пророчествовал. Все агнец Божий, которые берет на Себя грех мира. Он увидел Иисуса агнцем, сидящим на престоле в небесах. Сегодня я хочу назвать вам три важных вещи об агнце. Во-первых, Иоанн видит живого агнца, явленного в славе. Он говорит, «Я увидел агнца как бы закланного». То есть, это агнец живой. Это тайна, если только вы не знаете из Нового Завета, что когда Иисус воскрес из мертвых и был в прославленном теле, на его теле были раны. И когда он впервые встретился с апостолами, и они усомнились, что это он, он сказал, «Не положите пальцы в раны мои на руках и в пронзенный бок. Это я». Это был висящий на кресте. Это был закланный агнец, который сейчас живой. Сегодня Иисус Христос, Сын Божий, по правую руку Отца. Он в центре престола, в небесах. Он живой агнец, и его раны все еще с ним. И когда он ходатайствует за тебя и за меня, он может сказать небесному Отцу, «Я знаю, каково это жить на планете Земля. Я знаю, что такое страдание». Однако, он прошел через страдания и воскрес из мертвых. И сегодня он лев и агнец. Я прошу вас оставаться с нами. Мы находимся на острове Патмос. Я вернусь через пару мгновений. Мы поговорим об Иисусе, агнеце Божьем. Иоанн не умер, когда в римском Колизее его пытались сварить в масле, поэтому его отослали на остров Патмос. Я знаю, что Господь приготовил для меня еще кое-что. Я работаю на полную ставку, служу в церкви и воспитываю своих мальчишек. Я не думала, что у меня найдется время учиться. Однако, я почувствовала, что Господь хочет, чтобы я покинула свою зону комфорта и сделала следующий шаг в сторону своего призвания. Я узнала, что с помощью онлайн-программы университета Орла Робертса я могу получить образование мирового уровня, сидя в своей гостиной в удобное для меня время. Благодаря этим занятиям я развиваюсь умственно, духовно и физически. Именно этого я и ждала от этого университета. Самое лучшее в онлайн-программе то, что я продолжаю ходить на работу, служить в церкви и воспитывать детей. Теперь я на один шаг ближе к своему призванию. Чтобы улучшить свою жизнь, вы должны найти свое призвание. Заходите на сайт ОРЮ прямо сейчас. Давайте обратимся к одному из библейских исследователей, который объяснит нам значение агнца в библейской истории. В иудейском мышлении агнец связан с сельским хозяйством, ведь они занимались разведением скота. Если мы посмотрим на их повседневную жизнь, начиная с книги «Бытия», мы увидим агнца, к примеру, в истории Каина и Авеля, а также агнец был заменой Исааку на горе Мориа. Человек должен был предстать перед Богом, и прежде он должен был принести жертву. Пасхального агнца готовили, чтобы разделить его со всей семьей. Это должен был быть непорочный агнец, отделенный ото всех. Мы имеем несколько интересных еврейских выражений в Евангелиях. Например, Иисус говорит, «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания». Здесь слово «пасхальный» имеет больше, чем одно значение. Многие считают, что это название праздника, но на самом деле Песах — это и есть пасхальный агнец. Я хочу разделить с вами трапезу пасхального агнца. В храме были разные смены, и смена могла насчитывать от 10 до 12 человек. Это было в порядке вещей. Они вместе ели агнца, вспоминая значение Пасхи. Иоанн Креститель сказал, «Вот идет агнец Божий, который берет на себя грех мира». Но на самом деле это была как бы идиома, говорящая, что этот агнец принесет прощание. И это указывало на прямую связь с историей Пасхи. И в Евангелии от Иоанна мы видим, что Иисус совершает Пасху, будучи распят как раз во время пасхальных праздников, когда в храме приносили в жертву пасхального агнца. Книга Откровения открывает нам, кем действительно является Иисус. Многие рассматривают Книгу Откровения как предсказание грядущих событий. Но стоит увидеть в этой книге Откровения об Иисусе как об агнце Божьем, исполняющем пророчество, которое мы видим в еврейском Писании касательно пришествия Христа и событий, о которых говорится в книге Откровения. Лишь один человек этого достоин, тот, кто без греха и без порока. Это также связано с агнцем и со святостью, ведь агнец должен был быть непорочным. Пасха — это самый древний непрестанно соблюдаемый иудейский праздник. Для меня большая радость находиться на острове Патмос и говорить о книге Откровения. Иоанн повествует о видении, которое он увидел, находясь на этом острове, и которое изменило всю историю. Слово «откровение» происходит от слова «раскрыть», как бы «открыть тайну». Сегодня мы говорим об Иисусе, как о льве и как о баганце. В первой части программы мы говорили, что когда старец говорит, что есть тот, кто может открыть книгу, Иоанн ожидает увидеться льва из колена Иудина, а видит Агнца, который был за окном. Первое, о чем мы говорили, Агнец живой и с ним в небесах его раны. Второе, что я вижу важным в пятой главе Откровения, это что Агнец победил. Иоанн видит Иисуса, одержавшего победу, но не земным способом. Помните, что в книге Откровения мы видим напряжение между путем Рима и путем Иисуса, между Римом и Царством Божиим. Иоанн говорит здесь, и Иисус открывает, что он, как Агнец, победил и одержал победу. Послание Откровения для ранней церкви, находящейся в страшных гонениях, заключалось не в том, что Иисуса гнали. Значит, вас не будут гнать, но в том, что Иисуса гнали, и он знает, что вы чувствуете, и если вы останетесь верными, то вы тоже получите венец славы и чести вечности. Откровение показывает разницу между римским царством и царством Христа, между теми, кто следует за Кесарем, и теми, кто следует за Христом. Путь Кесаря — это путь насилия, подчинения, власти и оружия. А Путь Иисуса — это путь любви, мира и духовного оружия. Иоанн ясно видит, что Путь Агнца — это путь к тому, чтобы одержать победу на планете Земля. Это всегда было именно так. Ранее церковь изменила всю римскую империю не римскими методами, не силой, но силой любви, божественной жертвы посвящения. Когда Стефана побивали камнями, под ударами камней, бросаемых евреями, которые гнали его, он произнес, «Отец, прости им!» Неподалеку стоял юноша по имени Савл из Тарса. Он был потрясен реакцией Стефана. Разумеется, позже Савл стал апостолом Павлом. И даже позже, после того, как Иоанн был на этом острове, послание и откровение продолжало звучать. Например, епископ Смирный Поликарп, скорее всего, он был прямым учеником апостола Иоанна, одним из его духовных сыновей. Позже Поликарп отдал жизнь за свидетельство об Иисусе Христе. Вот что он писал. «Я прослужил ему 86 лет, и никогда он не подвел меня. Как же я могу богохульствовать на моего Царя и Спасителя?» Поликарп продолжил. «Вы угрожаете мне огнем, который погорит и погаснет, и не знаете о том огне, который готовится, как вечное наказание для нечестивых». Поликарпа сожгли на костре. Предания говорят, что огонь не коснулся его, поэтому они проткнули его копьем. И таким образом он был убит. Поликарпа казнили за свидетельство об Иисусе Христе. Вот какими были его прощальные слова. «Спасибо, Отче, что ты посчитал меня достойным разделить эту чашу страдания Христа с другими мучениками». Ранее христиане не только были готовы умереть за свое свидетельство, но они были готовы полностью посвятить своей жизни Иисусу Христу. Важно понять, что Иисус выступал в защиту тех, кто во время Его пребывания на земле был угнетаем. Он выступал в защиту детей, женщин, прокаженных, заключенных. Он послужил такому человеку, уже находясь на кресте. Иисус вставал на защиту слепых, бедных, отверженных, а также тех, кому относились с предубеждением по национальным признакам, а именно к самаринам. Иисус был за тех, кто был бессилен. Он давал им силу, поднимал их и наделял их властью побеждать. Многие годы люди пытаются использовать разные пути, чтобы помочь угнетенным, тем, кто оказался под гнетом несправедливости. Самыми эффективными методами оказались ненасильственные протесты. Мартин Лютер Кинг говорил, «Отсутствие насилия — это мощное и справедливое оружие, которое режет без нанесения ран и облагораживает человека, который им владеет. Это меч, который исцеляет». Махатма Ганди говорил, «Глаз за глаз приведет лишь к тому, что весь мир ослепнет». Поэтому мы должны вставать на защиту тех, кто стал жертвой жестокой несправедливости, тех людей в нашем мире, которым сейчас больно. Мы должны встать на их защиту. Но я хочу сказать вам сегодня, что Иисус сделал для таких людей гораздо больше. Он не просто выступал в защиту угнетенных, он отдал всего себя свою жизнь. Путь Агнца приводит к триумфу. Иоанн видит Иисуса, который сейчас в небесах. Это очевидно. Он видит Его превознесенным и имя Его выше всех имен. Агнец победил, и сейчас он достоин открыть то, чему надлежит произойти в будущем, что содержится в этой книге, которую ему отдал в руки Небесный Отец. И последнее послание к книге Откровения, по моему мнению, состоит не только в том, что Агнец живой, и он победил, но что мы должны поклоняться ему. Иоанн говорит в Откровении, 5 главе, 8 стихе. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые сутся молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею, и искупил нас Богу из всякого колена и языка, народа и племени, и садил нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь». И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. В самом центре книги Откровения происходит поклонение. Иисус, агнец Божий, одержал победу. Ему поклоняются миллионы ангелов и миллионы тех, кто представляют работу Бога на протяжении веков, включая Ветхий и Новый Завет, от колен Израиля до апостолов. Все они пали на колени, чтобы поклониться Агнцу Божьему. Слово «поклоняться» происходит от греческого слова «проскинео», что означает «поцеловать, склонившись», «показать привязанность», «проявить свое восхищение» или «почтение». Я приглашаю вас сегодня поклоняться Агнцу Божьему всем сердцем. Да, он лев из колена Иудина, но он также агнец Божий. Для этого нам нужно склонить перед ним свои сердца и почтить его, как Агнца и как льва. И также я хотел бы вам сказать сегодня, что когда Альберт Торвальдсен, известный датский скульптор, закончил свою знаменитую статую Христа, он создал образ Иисуса с распростертыми руками и склоненным лицом. Он пригласил своего лучшего друга, чтобы показать ему свою работу. Когда друг увидел распростертые руки Иисуса, его склоненное лицо, он говорит Альберту, «Я не вижу его лица». Альберт сказал так, «Правильно, чтобы увидеть лицо Иисуса Христа, ты должен встать на колени». Поэтому не упустите сегодня этот момент и склоните свои сердца. «Склоните головы, может, преклоните колени и осознайте, что он агнец и лев. Он живой, ему принадлежит триумф и победа вовеки». На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Книга Откровения Образование осталось важным для нас даже тогда, когда мы завели семью. Онлайн-программа подходит мне, так как благодаря ей я могу учиться во время кофейного перерыва. У меня очень плотный график, и я могу учиться только в удобное для меня время. Используйте свое время с умом, продвигайте свою карьеру и выполняйте свое жизненное предназначение. Начните прямо сейчас, заходите на сайт O.R.U. Сегодня мы говорим о том, что Иисус открыл себя как лев и как агнец в Книге Откровения. Иоанн увидел видение, в котором Иисус открылся ему. Это удивительное видение произошло здесь, на острове Патмос. Он увидел, что Иисус в самом деле лев из колена Иудина, во веки связанный с историей, но все же он агнец, закланный за грех мира. Иоанн понимал, что Иисус был посреди престола, как распятый, закланный агнец. Сегодня Иисус – агнец для вас. Он умер за ваши грехи, чтобы вам не пришлось нести за них наказание. Он был принесен в жертву, чтобы вам жить вечно. Что нужно для того, чтобы это пришло в нашу жизнь? Нужно просто исповедать перед Ним свой грех, покаяться и вериться в Него. Верить, что Иисус умер на кресте за ваши грехи и воскрес из мертвых. Он – живой агнец, закланный от создания мира. Когда вы уверуете в Него, вы получите оправдание, прощение и жизнь вечную. Если вы хотите узнать, как это сделать, я буду рад вам помочь. Вы можете позвонить мне по телефону, на экране или зайти на наш веб-сайт. Напишите нам о себе, и мы будем молиться о вас. Вы получите спасение, и узнаете, что Иисус – агнец Божий. И также я хочу напомнить, что Иисус – лев. Он сражается в ваших битвах и дарует вам победу в любых обстоятельствах. Иоанн говорит, что этот лев победил, он имеет триумф, он царствует во всей Вселенной, он – лев Иудин. Когда он рычит на ваших врагов, мгновенно приходит победа. Если сегодня вы страдаете, вам больно, и вам нужна победа в чем-то, что происходит в вашей жизни. Позвоните мне прямо сейчас. Телефон и адрес сайта вы видите на ваших экранах. Будем мы вместе верить Богу, что Он, открывший Себя апостолу Иоанну более 19 веков назад, как лев и агнец, здесь, на острове Патмос, придет к вам на помощь, будет ходатайствовать за вас и принесет победу в вашу жизнь. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Я Билли Уилсон. Это была программа «Мировое влияние». Для меня радость и честь рассказывать об Иисусе Христе вам и всему миру. Вы смотрели «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом всемирно известного христианского университета Орелла Робертса, находящегося в Талсе, штат Эклахома. Заходите на сайт ОРЮ, чтобы узнать, как получить одну из 65 степеней по онлайн-программе или в самом университете. Чтобы материально поддержать нашу программу, закажите у нас любой товар или пришлите нам вашу молитвенную просьбу. Заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону, который вы видите на экране. Я хочу пригласить вас на мероприятие, которое изменит весь мир для Иисуса. Оно пройдет с 31 мая по 2 июня 2017 года в Сингапуре. Это будет по-настоящему азиатский конгресс. Мы приглашаем весь мир присоединиться к нам, а я приглашаю вас. Там будут люди со всей Азии и лидеры со всего мира. Вы встретитесь с людьми, сильно помазанными Господом и приносящими разницу в этот мир. Ваша жизнь изменится, если вы присоединитесь к нам. Вы услышите новое поколение, поднимающееся в Царстве Божием. Они страстные, горячие и меняют мир для Иисуса Христа. Итак, увидимся в Сингапуре с 31 мая по 2 июня. Заходите на наш сайт, регистрируйтесь и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...